итак здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас понедельник 12 сентября давайте с вами посмотрим на графики еврофунта и поговорим о дальнейших перспективах движения видим что прошлая пятница прошла у нас под флагом покупателей контролировали рынок еще в первой половине дня сумели не дотянуться до достаточно хороших уровней но затем фиксация прибыли в конце недели после такого хорошего отскока вниз который у нас вверх который у нас наблюдался 6 сентября покупатели почти зафиксировать прибыль но видим что сегодня спрос на диатской сессии сохранился на вернуться на европейскую валюту и по всей видимости будут рассчитывать покупатели на пробой ближайшего сопротивления 1 0 1 0 2 и на выход выше этого диапазона что касается экономических данных то ничего у нас сегодня такого важного не выходит уже отчеты по великобритании видим вышли все они оказались хуже прогнозов экономистов особенно на ввп который продемонстрировал рост всего лишь на 0,2 процента и все это конечно же будет оказывать дополнительное давление на британский фунт но перспективы его небольшого восстановления против американского доллара имеются все-таки продолжит банк англии активно повышать процентной ставки следом за федеральной резервной системы европейцы центральным банком что будет позволять фунт удерживаться на текущих минимумах по крайней мере до того момента как пройдет у нас заседание федеральной резервной системы в конце этого месяца и когда будут объявлены там решения по дальнейшей денежной политики видим что других важных данных нету выступают нас представители европейцев центрального банка еще в первой половине но вторая половина дня у нас и вовсе пройдет без важных отчетов поэтому будем опираться на уровне и на техническую картину как я уже говорил это часовой график евро доллара акцент советую сделать на 0102 закрепление выше этого диапазона на видим что формируется у нас дивергенция поэтому будьте осторожны закрепление выше диапазона ты сверху вниз только это до сигнал на покупку в расчете на дальнейший рост 0138 и 0185 где посмотрю продажи сразу на отскок продажи от 0138 можно делать при формировании ложного пробоя при сохранении дивергенции на индикаторе магде будет идеальным уровнем для входа в короткие позиции в расчете на коррекцию евро как минимум к 2070 и 2039 быки будут защищать этим защищать эти диапазоны поэтому здесь формирование ложного пробоя и на 2039 сигналы на покупку но открывать длинные позиции на отскок я буду только 207 продажи в случае закрепления ниже 2070 при обратном тесте снизу вверх что опять же столкнет евро на 2039 и 207 бой за паритет еще не закончился я думаю что наверняка мы на этой неделе вернемся к этому уровню и тогда уже посмотрим будут если здесь реальные покупатели и готовы ли трейдеры удерживать один к одному евро доллару либо опять же прорыв этого уровня приведет к образованию нового давления на европейскую валюту что касается британского фунта здесь мы видим в принципе покупатели отлично справляются своими задачами сейчас перед ними 1642 прорыв закрепления выше этого диапазона т сверху вниз сигнал на покупку идем на 1690 затем на 1754 где продажа сразу насколько такая же аналогичная ситуация нас дивергенция дикат на индикаторе макте поэтому при обновлении максимумом прошлой неделе максимум прошлой пятницы и отсутствие активного дальнейшего роста британского фунта с возвратом под 1642 это будет идеальная точка входа в короткие позиции ну и опять же тогда у медведей будет расчет на прорыв 1594 закрепление ниже этого диапазона т снизу вверх все это сигнал на продажу и идем на 1551 1509 здесь посмотрю покупки сразу на отскок ну а длинные позиции от 1551 буду открывать лишь при формировании ложного пробуя как и от 1594 всем удачи